Юрьевец. Маленький тихий городок на окраине Ивановской области. Недавно потрясла новость. Глава района подписал постановление закрыть молодежный центр, работавший в городе на протяжении 10 лет. Причины решения руководству центра назывались самые разные. Первое официальное, что здание в аварийном состоянии. Если это все ремонтировать, это очень большие затраты будут. А не ремонтировать, не ремонтировать, это штрафы очень большие. То есть вот исходя из этого у них родилась такая мысль. Надо закрыть. Не то что закрыть, а расформировать, чтобы все кружки существовали. Но непонятно еще там, например, в детско-юношеский центр, в основном учреждение дополнительного образования. То есть там прописано, что до 18 лет только. А у нас ребята-то какие? У нас старше. Депутат облдума Илья Питаев, узнав о судьбе центра, приехал в Юрьевец с официальным визитом. По его словам, если бы дело было только в деньгах на содержание центра, изыскать этот миллион в год не проблема. Вот только вместо того, чтобы обратиться за помощью, глава района предпочел расформировать учреждение. Мамы говорят, что нам надо зарабатывать. Нам надо платные услуги какие-то оказывать. То есть это фитнеса касается, это касается тренажерного зала и это касается класса гитары. Ну там, в общем-то, дети ходят с 10-летнего возраста. Ну там еще группа планируется как бы старших. И старших классов уже как бы формируется группа. Сейчас все занятия в центре бесплатные. Вот, например, фитнес-зал. Небольшой, но уютный. Посещают его в основном молодые мамы, желающие оставаться в форме после родов. Занятия проходят в удобное для них время. Этому залу руководство района предложило альтернативу – спортзал на базе юных моряков. Правда, придется раскошелиться. Да и не факт, что мамочки подойдут по возрасту. Там до 18 лет, то есть как бы мы уже не подходим к ним. Возможно, нам скажут, приходите, вы будете заниматься, там месяца-два позанимаемся, но потом все равно мы не подойдем к ним. Скажут, ну, до свидания, распрощаемся. Я считаю, что так. Тренажерный зал центра. Здесь молодые люди после работы и учебы занимаются укреплением своего здоровья. Горячительным напитком и сигаретам они предпочитают железо. После закрытия центра руководство района предложило перевести спортинвентарь на базу ДОСААФ и сделать посещение платным. Вот только большинство снарядов приобретали сами ребята. И платить за занятия на собственных тренажерах они не желают. Лучше перетащат их в гараж и запрут. Они являются владельцами этих тренажеров. Они все сами закупали на свои деньги. То есть и ремонт производят все за свои деньги. Единственное, что чем мы тут вот, ну, прям коплю помогаем, чем можем. Стараемся как-то помочь. Ну, то есть вот якобы ни свет, ни отопление не проплачивается со стороны. То есть вот стала такая проблема, что нужно зарабатывать деньги. Все уже как бы нам власть наша говорит, что надо зарабатывать деньги. Юрьевецкие рокеры группа «Лука и ветры» справили новоселье совсем недавно, в июне. Здесь в молодежном центре у них своя студия. Хоть и небольшая, зато очень удобная. Вот, собственно, помещение, в котором мы находимся, было оборудовано группой «Лука и ветры» на собственные средства. То есть звукоизоляционный материал, все усилители, значит, все инструменты, значит, соединительная аппаратура, то есть провода коммутационные. И, собственно, само помещение. То есть как бы было оборудование для занятий музыкой. Для хранения инструментов условия здесь самые лучшие – сухо и тепло. Однако радоваться своему углу ребятам пришлось недолго. У нас еще существует одна музыкальная студия в районном доме культуры, куда нас собственные хотят переместить. Но дело в том, что там в полтора раза меньше, чем вот это вот помещение. То есть если мы заедем туда со своей аппаратурой, мы просто там не уберемся. Даже нам некое-то яблоко будет упасть, как говорится. В центре также проходят занятия для молодых родителей, курсы игры на гитаре и собрание клуба «Восход». Кстати, в день съемки сюжета организация отмечала свое десятилетие. Клуб «Восход» – это вся инициативная молодежь Юрьица. Ни один местный праздник и фестиваль не обходятся без их участия. Ребята занимаются волонтерской деятельностью, проводят благотворительные акции. Именно в этом они нашли свое призвание. Те дети, которые, ребята, которые ходят сюда, они не занимаются в учреждениях дополнительного образования. У них немножечко другие интересы. То есть им не хочется, допустим, ходить на кружок лепки, им не хочется ходить на кружок танцев. Они хотят приходить сюда и заниматься волонтерской деятельностью. Проводить такие акции, как помощь ветеранам. Как вот у нас, например, акция планируется проведение помощи больным детям. Ну и различные, различные другие акции. Вместо этого так называемого аварийного помещения ребятам предложили собираться в детско-юношеском центре. Вот только зал, который разрешено посещать юным волонтерам, находится в общем пользовании. Эдакая коммунальная квартира. Предложили нам помещение детского и юношеского центра. Но, как бы, я не знаю, вот ребята, насколько знают они это помещение, насколько знаю я, например. Мы занимаемся вот в этом здании, ну вот в этой комнате. Здесь нам уютно и комфортно. Здесь нам не приходится кричать. А в помещении идутся, там, по два зала. Один из которых очень большой и рассчитан на огромное количество человек, достаточно огромное. То есть там сцена. Ну, мы же не артисты, чтобы друг перед другом выступать. Мы приходим, чтобы общаться, чтобы организовывать какие-то мероприятия, обучающие, образовательные. На сегодняшнюю встречу никто из детей, занимающихся в центре, не пришел. Городишко небольшой, все друг друга знают. А история с закрытием вызвала слишком большой по меркам райцентра ажиотаж. Родители просто боятся неприятностей. Представители администрации также не пожелали встретиться с депутатом и представителями СМИ. Адуваться за всех пришлось сотруднице отдела образования. Правда, говорить с прессой она отказалась. Здесь, в принципе, должно быть немножко другое представители власти, а не я. А почему вы? Кто думает тогда? Потому что это не моя епархия. Нет, а почему тогда вам поручили сюда прийти? Ну, я не буду давать комментарии, почему мне поручили. В принципе, у нас доступ открытый везде. История с расформированием центра напоминает притчу про веник. Пока все крути его вместе, он крепок. Но неизвестно, будут ли функционировать клубы, рассели их по разным зданиям. Кстати, о здании. Здесь центр располагается последние шесть лет. Раньше он занимал первый этаж клуба фабрики. Там только все сделали. Да, только все сделали. Дружевая была. Ребята еще как-то сумели чуть-чуть помыться. И нас оттуда раз, и выпроваживают. И это здание продается. Потом человек был замешан в каких-то вот, в каких делах. Даже, будем говорить, убил кого-то. Его посадили. Да. Может, слышали из машины времени? Вот. Вот это тот человек, которому продали здание. Так теперь выглядит это здание. Полуразрушенные и бесхозные. Та же участь ожидает и нынешнее здание молодежного центра. А возможно, на его месте откроют еще одно питейное заведение, коих в городе немало. На данный момент депутатом Ивановской областной думы Питаевым Ильей Вячеславовичем был направлен запрос в областную прокуратуру с целью проверить на законность решения главы администрации Юревецкого муниципального поселения, поскольку по нашей информации данное решение должен был принять районный совет депутатов. Но глава администрации принял это решение единолично. Сейчас ждем ответы из прокуратуры. Также совет молодежной палаты при облдуме отправил официальное обращение к губернатору региона с просьбой принять меры для сохранения молодежного центра. А наша съемочная группа решила обратиться к местным чиновникам, чтобы не представлять ситуацию однобока. Однако заместитель главы района к визиту телевизионщиков оказался не готов. Извините, пожалуйста, из-за того, чтобы договариваться, хотим было под этой встречи. А то есть, по-моему, нет. Монитарь, давайте, говорит. Решение главы района вступит в силу уже 1 января. Через месяц ребята лишатся своего центра. А между тем у юрьевецких чиновников со зданиями все в порядке. В районе с населением чуть более 10 тысяч человек две администрации. Городская и районная. Но экономить на себе чиновники, видимо, не привыкли. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова, Юрьевец.